Ну, сначала назову, сколько было на аэродроме самолетов. 13 Су-30СМ, 12 Су-24МР, 6 вертолётов и 1 Ил-776. Значит, по поводу этих самых. Дело не в хороших или плохих русских. Я против того, что дискуссия вообще развернулась в эту сторону. Дело в коллективной ответственности. Нельзя просто так иметь паспорт страны. Нельзя. И не иметь коллективной кармы. Вот смотри, украинцы это черпанули полной ложкой. Украинские мужчины не могут выехать на Украину. У нас огромная общественная дискуссия по этому поводу. Существует, например, отпускать моряков или нет, которые 4 миллиарда долларов завозят каждый год, кормят семьи и значительным образом снижают нагрузку с государственного поддержания своих сил. Но каждый украинский мужчина понял, что иметь, когда ты имеешь паспорт страны своей, у тебя в этой среде возникают последствия. Ты можешь не разделять ее политику, можешь не любить ее политику. Но пока у тебя паспорт из этой страны, ты можешь разделять коллективную карму, грубо говоря. Теперь россиянам предстоит понять, даже если они очень хорошие русские, что есть такая штука, как коллективная ответственность. Мы с тобой вчера не говорили. И ты должен с этим... Коллективная вина и коллективная ответственность, они разные понятия, но там суть не имеет значения. Тебе придется что-то с этим делать, ты не сможешь отобойти. И ожидать ситуации, что на шестой месяц крупнейшей континентальной войны в Европе наличие российского паспорта не будет проблемным, при условии, что Российская Федерация начала войну крупнейшую континентальную, выступает против всего мира, а антипутинская коалиция уже сравнялась с антигитлеровской, если не больше. Напоминаю, в марте 45-го антигитлеровской было 53 государства, а в Ормштайне, по-моему, уже было больше, на крайнем Ормштайне. То это обойдется без последствий, так не бывает. Это нужно было быть очень наивными людьми, это нужно было просчитать. И все русские за границей без исключения могут быть исключительно хорошими людьми, которые все сплошные рядом за Украину, но есть проблемы. 22 года вами правит человек, который теперь представляет собой главную проблему этого мира и объявлен официальным стратегическим противником НАТО. Можно сколько угодно говорить про слабый запад, который там этот самый повяз, паник и так далее, но есть же факты, вот они. Пелоси провалила самолетом гражданским всю китайскую военно-морскую и авиационную группировку спокойно села, где она хотела. 82 года. Американские самолеты сейчас маневрируют в районе Тайваня и не чешутся абсолютно. А здесь бавовна сплошная, то в Курской области, то в Белгородской, то в Крыму, то еще где-то и так далее. Это просто так, что ли? Новый пакет военной помощи в миллиард и прочее. Это все имеет последствия. Вот эти последствия пока еще только сугубо теоретически начинают догонять граждан, которые давно себя, как они считают, не ассоциируют с Россией, а живут в Европе или ассоциируют очень обосредованно там через... Ну вот так получил. И вот этот момент, когда каждый человек, я хочу специально личностно подойти не во внешнеполитическую рамку, а личностно, должен себя спросить. Хорошо. Этот паспорт, который меня повергает, который... по причине которого наступают такие последствия, он мне кто? Этот паспорт. И какие у меня личные обязанности по совести возникают в этой связи? Я должен дать ответ, как я отношусь к войне в Украине. Хотя бы для себя. Я должен, когда я дам оценку войне в Украине, я должен в связи с этой оценкой, оценка может быть многообразная, как это задевает мою совесть, как задевает это мои ценности и так далее. Что я в этой связи должен сделать? Лежит ли на мне ответственность за то, что 22 года это чудовище, уничтожающее своих оппозицию, уничтожающее Россию, Грузию, африканские страны, попытавшиеся переворот в Черногории провести, Балканы, который травил людей новичком в России, внутри и так далее, посадивший Навального, убивший Немцова, растоптавший дважды Чечню и так далее. Вот это все перечислять устанешь. Сирия. Я несу ответственность за то, что это человек, 22 года, президент моей страны и символ моей страны. На мне есть доля какая-то ответственность за это? Как я с этим соотношусь? И следующий вопрос, самый главный. Как понять природу отношения, например, где-нибудь в Австрии к российскому гражданину, которому отказывают в размещении в гостинице, в регистрации бизнеса, еще в чем-то? Если он говорит, я ничего такого не делаю, я вообще за Украину, я против войны. Ему говорят, ну у тебя же российский паспорт. И вот очень важный момент понять, что паспорт это не просто документ. Наступают определенные последствия. Международные, правовые, гуманитарные, ценностные и так далее. И вот сейчас как раз и пришло время, когда каждый носит российского паспорта, должен сделать свой персональный выбор. Потому что дискуссия о последствиях очень быстро станет последствиями. Паспорт именно так. Именно так. А у нас, понимаешь, беда нашего русского человека, он отвергает всякую ответственность. Ну, морально, понятно, речь не... Я все-таки говоря о коллективной моральной вине, но я ее так же несу, как и другие. У нас люди не понимают, что... Но моя вина не в том, чтобы война началась, потому что нам не удалось за 20-летие свергнуть Путина. А это, конечно, вина, потому что мы оказались неуспешными. И разговоры о том, значит, кто куда уехал и так далее. Я эти 20 лет стоял на митингах, значит, был адвокатом. Вспомните, как я призывал сесть около кинотеатра «Ударник» 6 мая 2012 года. Так ли уж много народу последовало этому призову. А теперь мы расхлебываем именно вот это не сделанное нами. Разговоры о перекидывании ответственности на Запад, что это Запад нам должен все устроить, поскольку он привел Путина. Что значит привел Путина? Нам должны украинцы победить, дойти до Москвы, нам открыть ворота Спаски в Кремль. Тоже странный тезис. У нас там внутри русское сообщество идет эта дискуссия. И она все время исходит из-за того, что надо с себя снять вообще всякую ответственность. Это кто-то, это не мы. Другой вопрос, что там есть и крайности, но в любом случае этот вопрос никуда не денется. У нас люди не хотят этого понять, к сожалению. Марк, это все очень людское. Тут все то же самое в Украине, все то же самое на Западе. В Украине мы не хотим признать, что 30 лет мы уничтожали свою армию. Ну, по крайней мере, 22 лет. В ноль. Мы же главными разговорами в течение 22 лет было, что это кто нас делается, кому мы нужны, нафиг это надо. Распада с Россией, успокойся, никогда не будем воевать. Самая непрестижная профессия была военной. Все это растоптано было. Все. Крупнейшая группировка в Европе военной нам досталась после распада Союза. И которая просто по совокупности была сильнее, чем все европейские армии вместе взятые. И где оно все? Распродано, разбазарено, раскинуто все. Мы днесем коллективную ответственность. Мы черпаем сейчас полной ложкой. Смерти наших солдат, прилеты в наши города, нехватку ПВО, отсутствие собственной военной промышленности, которая может поставить в необходимом количестве вооружения, военную технику, боеприпасы и так далее. Необходимость взаимодействия с партнерами на Западе, потому что от них зависит наше выживание. Учет интереса. Вообще саму возможность начала такой войны. Потому что главная функция армии, это мало кто знает, это неуспешная война. Это предотвращение войны. Если армия не выполнила свою главную функцию предотвращения войны, значит, она уже не выполняла такую задачу, она уже разгребалась последствия. То же самое Запад. Запад скормил Путина. Запад прощал ему Грузию, прощал обе Чечни, прощал Норд-Ост. Но они расплачиваются, они и должны расплачиваться за это. Они сейчас расплачиваются, Запад, за это. Деньги, а не все остальное. Прощал убийства британских граждан, граждан страны НАТО, отправленных на своей территории боевым химическим оружием, нарушение всех договоров и так далее, и так далее. Козни в Афганистане, когда талибам поставлялось вооружение, чтобы они убивали американских солдат и всех остальных. Всю эту сумму трэша, который накопился за два года, они прощали, они считали его бизнес-партнером. Они проставляли. У нас вчера вышла таблица, я тебе пришел, если ты не видел. Количество комплектующих российских ракеток, которые идут в Украину, в западных. Там самое скромное число в одной ракете 31 комплектующих. Есть ракеты, в которых 160 комплектующих Западных. Это не Запад поставил? Уже начало войны в Украине и так далее. И все остальное до сих пор. Там же пытаются частные фирмы обходить, прыгать и так далее. Мы все несем коллективную ответственность. Все ее черпают полной ложкой. Запад будет сидеть в квартирах, наверное, температура будет пониже за свою политику. И это далеко не самая страшная цена, которую можно заплатить, посидеть на три градуса ниже зиму за 22 года взращивания людоеда. Не бог весть какая. А украинцы черпают полной ложкой то, что мы делали со своей страной и с ее системой безопасности. Еще будем черпать и черпать. А Российская Федерация, вплоть до последнего гражданина, даже самого честного и святого, несет ответственность за то, что они позволили людоеду ездить их именем, на их хребте и превратить свою страну в пугало для всего цивилизованного мира. Позволили себя растлить, позволили себя оболванить. И не смогли и не захотели с этим ничего сделать. Поэтому все черпают.